Привет друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Дева Проджект, всё как всегда, это вторая серия уже по Дева Проджекту, кто не видел первую, можете перейти по ссылочку в описании, очень интересная серия. И сегодня мы с вами закончим проходить квасты, они обещают быть очень интересными, поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, чтобы вы при регистрации вводили обязательно мой промокод EVAN большими буквами и получали ценные бонусы. А при достижении максимальной прокачки промокода вы можете получить BMW M4 на фирменном виниле, также випки и деньги, так что спускайся в описании, вводи мой промокод и забирай тачку. Знаешь что, сегодня у нас остаётся Лос-Антос, я так понимаю у нас последняя часть этих квестов, вот здесь гелик на такой вот, с геушке, и мы отправляемся в Лос-Антос. Я надеюсь сегодня это будет недолго, так как в прошлой серии, где мы... Ещё серия не началась, а уже какой-то экшен происходит, окей. Всё, отправляемся в Лос-Антос. Специально я не заходил на этот сервер, ну, то ли конкурс проводил, кто участвовал, все победители уже бабки забрали. Специально заходил только для конкурса, а в Лос я ещё не ездил, поэтому я даже не знаю, что там может быть. Я же по метке проехал, салю, ладно. Короче, да. И, мне кажется, будет что-то интересное, кто-то там говорил, какое-то сервисное ТО, какой-то сервис, какой-то ТО-тачки нужно будет проходить. Кстати, здесь маппинг такой вот интересный, заправочка, нигде я такого не видел. Шарики за ролики, они нам уже не нужны, потому что только что ездил, собирал. Оказывается, Новый год прошёл, и шарики магазин убрали, и всё, и теперь за них ничего не купить. Я такой, ммм, классно, как всегда, всё вовремя. Так, здесь камера, здесь осторожно, потому что раз я уже словил штраф на, как бы, 800 долларов. Перед тобой КПП, я так и не прочитал, что там он говорил. Давайте купим сразу билеты, давайте купим 50 билетов, купить билеты. Что там он говорил, я не знаю, что он там говорил. Водитель автобуса, я так понимаю, у нас экскурсия будет. О, там что-то письмо Деда Мороза какое-то. Иди поговори с дедом. Пусть подарков будет куча, и один другого круче, посмотри, что я принёс. Добрый Дедушка Мороз. А, это загадки, 4 на 5, отгадать, понял? А, я всё, я вспомнил. Я один раз приехал. Вроде в СФ тоже можно, я нажал дядя Витя, бля. На любой я вкус и цвет, и для шоу лучше нет. Я быстрее леопарда, потому что я петарда. На прощание выпьем, вспомним, провожаем. И не жалко, пусть уйдёт, тоже это. Старый год. Я такой ещё сидит, Паша, 20 лет, и думает. Если сильно потрясти, то им можно дверь снести, или выбить зуб соседа под весёлую беседу. Под восторженные визги можно целый стол разбрыгать. Здесь хорошо бы рифма была виски. Визги и виски, так. Можно целый стол забрызгать. Только лучшая идея открывать и пить быстрее. Виски. Его мы в руки взяли, немножечко помяли, стал твёрдым наш дуржок. Зовод его Сашок. Снежок. Пять тысяч? Это раз в день можно или сколько? Дед, ты мне нравишься. А, раз в три часа пять тысяч можно получать. Ничего себе. Вот это имба, 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 имба. Так подошёл, там, загадки поугадывал, и пять тысяч получил. Это что, снегоуборочная машина? Хера себе. Так, водитель автобуса, ну. Это автопредприятие. Здесь, как и в доставке, есть система прокачки и заданий. Сначала ты будешь двигаться по городскому маршруту, но со временем переедешь в поездки на другие города. Окей, окей, следовать меткам. Только так. И, ма, какая подружка здесь стоит. Привет. У меня бомба есть. Эээ! Ты шо? Ты шо, блядь? Заводи, 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 заводи. Эх, любовь зла, полюбующая козла. Реально. Чё, пять минут здесь стоять? Охуенно, блин. Блядь, только не говорите... Вот я перезашёл, чтобы бабки не платить, но только не говорите, что мне опять придётся весь квест проходить с самого начала. А, даже так! Блядь, чё за люди кончены, а? Блядь! Я ещё три тысячи заплатил. Да ещё сначала есть. Попытка номер ту. Работа перевозчика. Погнали сюда. Работа перевозчика. Что это такое? Это работа перевозчика. Ты будешь заниматься перевозкой пассажиров между городами. Сперва тебе нужно арендовать транспорт, чтобы на неё можно было работать. Получив большой стаж работы, ты можешь купить собственный микроавтобус и не платить за аренду рабочего транспорта. О, микроавтобусы я люблю! Особенно большие чёрные тонированные. Автоугонщик. Это работа автоугонщика. Ты получаешь задание на угон автомобиля, вскрываешь его и максимально быстро продаёшь. На работе есть коллекция угнанных автомобилей. Она используется как карьерная лестница. Собрав всю колесу, ты можешь получить уникальную нашивку. Не, ну и есть же по этим местам, блин... А, исследуйте Лас-Вентурас. А, блин, если бы меня ещё в ВВ задаймили. О, как у меня бомбануло. Короче, звучит это всё максимально интересно. Нужно будет это всё-всё-всё-всё проверить. О, это серия, не знаю, серии 50. Камеры в достаточно интересном месте здесь стоят. Например, вот тут. Никто не ставил камеры вот тут. Возле КПП должны были стоять камеры, но возле КПП нет. Странно, странно. Дальнобойщик, значит, ага. Тоже карьерная лестница, тоже свою фуру можно будет купить, да? Нет? Это работа на дальнобойщика. Здесь тебе нужно самому покупать груз, который ты будешь везти. Получив большой стаж работы, ты сможешь перебросить свою собственную фуру и перестать платить за аренду транспорта. То есть тебе нужно покупать груз, это как в Сампи, тебя будут байкеры перехватывать, типа, требовать бабки, иначе тебя застрелят, убьют, фуру разобьют. Магазин одежды. Это магазин одежды, ты можешь приобрести различные скины в свой гардероб, чтобы менять вещь, вид своего персонажа. Хочу заметить одну важную дизель по поводу твоего автомобиля. Когда он начинает набирать пробег, у него появляется потребность в техническом обслуживании, чтобы одновременно чинить все неполадки. Если ты будешь игнорировать и смотришь в свои машины, то его характеристики ускорения и максимальной скорости расхода начнут стремительно ухудшаться. Осмотр проводится на станции технического обслуживания. На карте ты имеешься на место, где проводятся такие осмотры. Отправляйся туда, потом будешь знать, в каком месте тебя могут починить твой автомобиль. Окей, двигаемся по указателю, 3 километра, ты чё, в ЛС там где я думал, да? Да, вот это, походу. А не, вот это, вот это. Ладно, летим туда. После такого прыжка, мне кажется, нужно и тачку красить, и перебирать всю подвеску. На сервере есть отличная система тюнинга автомобиля, в неё входят обвесы, диски, стробоскопы, разгон, номерные рамки, многое другое. Тюнинг ателье отмечено на карте, твоё текущее задание идти туда и затюнить свою машину. Это станция ТО, например, окей F, нажимаем. Плановое ТО, требуется 800 километров, ага. То есть, значит, плановое ТО на 800 километрах, а потом на, скольких там, на 5, на 10 тысячах, я думаю, либо на 3. Хорошо, значит, нам ТО пока что не нужно. Катаемся, катаемся. Куда тюнинг? Опять вверх? Почему тюнинг центр, если... А, да, тюнинг центр, окей, ладно, поехали. Здесь, кстати, очень красивое место, хотя для тюнинг центра и винил студии, что-то маленькие здания какие-то. Покраска, автоустановка, обвеса, настройка дисков, окей. Установите любой тюнинг, любой прям, окей. F, чтобы продолжить. Теперь нас, по идее, должны кинуть в интерьер. Но интерьер немного не совпадает с внешним, если бы совпадал, был бы вообще топ. ЕМА здесь сколько всего? Очень много. И это всё есть, да? Глазки. Не, не хочу. Тюнинг? Ну, тюнинг такое. Недешёвый, недешёвый материал покраски. Дисков, материал. ФСО вспышит. Сколько? 200 тысяч? Фигра себе. 90. Шторка. 40. Это что? Это штраф не приходил или что? Такое. Номерные рамки. По 15 тысяч. Покраска. По 4. Знаешь, что самое дешёвое здесь? У нас решётка и выхлоп, да, получается? По полторашке. Не смотрите на весь тюнинг, я, походу, его как-то забагал. Ладно, давайте купим тренировку за полторы тысячи долларов. Окей, интересно, тюнинг останется или нет. Всё, мы купили. Уровень обучения пройден. Выйти, да, отмен. Ну да, продолжить, выхожу. Отлично, рядом есть ещё Vinyl Studio. Там ты можешь создавать уникальные рисунки на свой автомобиль. Обязательно попробуй, когда сможешь немного заработать денег. Также на Davo ты можешь установить внутренний тюнинг для автомобиля. А если конкретнее, стоячий паук. Ты можешь чиповать свой автомобиль, чтобы увеличить его ускорение максимальной скорости. Стоячий паук отмечено на карте. Быстрее лети туда и ставь первый стэч на свою машину. Ебать, блять, опять влазь ехать, ну чё, не можно было сделать всё в одном городе, а? Либо по очереди. Если влазь, показали всё влазь. Поехали влв, показали всё влв. Ездить туда-сюда, туда-сюда, это же капец. Самый большой штраф, кстати, 800 долларов. Я пока ездил туда-сюда, мне кажется, уже тысяч на три наловил. А может даже больше. Знаете, что мне больше всего нравится? Что они размещены не в банальных местах. А, знаешь что? Ага, установить стэч один, эф, перейти к чиповке. Сколько она стоит? Угу, 0.54 к ускорению и 1.44. Перепрошивка, булл. Окей, погнали. И теперь у нас всё, да? Ага, окей. То есть она стала немного быстрее. А другой стэч? Ага, вот так даже. Угу. 261, 261, 261. Ну неплохо, неплохо, неплохо. Тогда можно из любого автомобиля вытащить, в принципе, хорошее ускорение, хорошую максималку. Теперь ты можешь начинать думать о бизнесе или собственном доме. Ммм. Бизнесов здесь очень много. Сейчас ты можешь стать владельцем зоны отдыха и обычного бизнеса. Ближайшие обновления будут добавлены ресторанами бизнес, оптовые склады, добыча нефти и камеры контроля скорости. Окей, окей. Обучение подходит к концу. Настало время рассказать про панели игрока. Она открывается на клавишу F1. Спасибо, я знаю. Сейчас я расскажу о каждом разделе окна подробно. Так, это я уже все читал. Твое финальное задание, F1 найди подарок. Что было сказано? Что в наградах ежедневных заданиях у нас есть какая-то коробка. А, вот ее, нужно ее разбить. Вы прошли обучение. Новое достижение новичок. Все, получается, я все прошел? Ну что, пацаны, вот такие вот квасы на Дэва Проджики. Давайте подведем маленький итог. В этой серии мы узнали, что на этом сервере есть станции техобслуживания. Тебе нужно делать техобслуживание твоего автомобиля, когда он наберет 800 километров фэрбега. Это первое. И второе, когда энное количество километров фэрбега. Также увидели, какой здесь тюнинг разнообразный. Менюшки тюнинга достаточно интересные. Я таких решений на других серверах не видел. Также есть система стейджов в МТА. Как ни странно, не только в GTA 5, а также в МТА. Сделано как бы в сетке вот это и прокачиваешь, что хочешь. Очень интересно реализовано. В следующих сериях мы с вами будем выполнять достижения. Крутить донатные кейсы, покупать бизнесы, новые тайшки и все-все-все самое интересное. Поэтому подписывайся, чтобы не пропустить. Пиши в комментариях, как тебе Дэва Проджикт. Не обязательно вводи мой промокод при регистрации. А если ты уже зарегистрировался, но не ввел промокод через F1, там тоже можно ввести большими буквами EVEN. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну с тобой была я вам. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.